Если вы хотите изменить мир, сначала заправьте свою кровать. Если вы хотите совершить свой заплыв, вам придется иметь с ними дело. Если вы хотите изменить мир, оценивайте людей по размеру их сердца, а не по их росту. Если вы хотите изменить мир, сначала заправьте свою кровать. Когда вы заправляете свою кровать с утра, вы будете гордиться собой чуть больше. Это вдохновит вас выполнить и второе задание, и третье, и четвертое. В итоге выполнение одного задания повлечет за собой выполнение остальных. Заправив кровать, вы подтверждаете тот факт, что маленькие дела имеют значение. Если вы не можете выполнить маленькое дело, то не сможете сделать большое. А если ваш день не удался, вы приедете в дом, где ваша кровать застелена. Вы ее застелили, эта кровать вас подбодрит, завтра будет лучше. Чтобы стать частью морских котиков, нужно пройти тренировки на плавание на большие дистанции. Первая тренировка – ночное плавание. Сначала инструктор с удовольствием рассказывает обо всех видах акул, которые водятся в водах Сан-Клименты. Инструктора уверяют, что акулы не съели ни одного курсанта. По крайней мере, об этом никто не слышал. Как же? Они учат, что если акула плавает вокруг вас, оставайтесь на месте, не уплывайте, не показывайте свой страх. А если голодная акула захочет ночью перекусить и устремиться за вами, со всей силы ударьте ее в нос. Она отвернется и уплывет. В мире много акул. Если вы хотите совершить свой заплыв, вам придется иметь с ними дело. Так что, если вы хотите изменить мир, не бойтесь акулов. После нескольких недель тяжелых тренировок, моя группа морских котиков, которой изначально было 150 человек, уменьшилась до 42. Было 6 лодок, по 7 человек в каждой. И я был в лодке с высокими парнями. Но лучшая команда, которая у нас была, команда, в которой были низкие парни, мы называли их командой Манчкин. Никто из них не был высокого роста. Их команда состояла из одного индейца, одного афроамериканца, одного американца, одного грека, итальянца и двух крепких ребят со Среднего Востока. Они перегребли, перегнали и переплыли все остальные команды. Високие парни из других команд всегда шутили над маленькими ластами. Которые команда Манчкин одевала на свои малюсенькие ноги перед каждым заплывом. Но каким-то образом эти маленькие парни со всех уголков мира всегда смеялись последними. Они плавали быстрее остальных, достигали берега раньше всех нас. Тренировки морских котиков сделали нас равными. Имело значение только твое стремление к успеху. Не твой цвет кожи, не твоя национальность, не твое образование, не твой социальный статус. Если вы хотите изменить мир, оценивайте людей по размеру их сердца, а не по их росту. Девятую неделю тренировок называют адской неделей. Это шесть дней без сна. Постоянное физическое и моральное давление. И один особый день в равнине грязи. Равнина грязи – это место между Сан-Диего и Тихуаной, где вода стекает и образуется тихуанская трясина. Очень болотистая местность, где грязь поглощает тебя. В среду адской недели ты гребешь в поравнении грязи 15 часов, пытаясь выжить, несмотря на холод, ветер и непрекращающееся давление от инструкторов. Когда солнце село в ту среду, мой тренировочный класс нарушил правила. И нам приказали залезть в грязь. Грязь поглотила каждого парня по самым головам. Инструктор сказал нам, что мы можем выйти из грязи, если только 5 раздадутся. Только 5 человек, и мы можем уйти от гнетущего холода. Посмотрев вокруг, я увидел, что некоторые курсанты готовы сдаться. До восхода солнца было еще 8 часов. Еще 8 часов, от которых замерзают кости. Но стук зубов и стоны курсантов были так громки, что было сложно расслышать что-либо. Но затем эхом разнесся один голос. Голос, который возвысился в пении. Он вообще не попадал в тон, но пел с большим энтузиазмом. Один голос превратился в два, а два в три. И вскоре вся группа пела. Инструктор пригрозил, что увеличит нам количество времени в грязи, если мы будем печь. Но мы продолжали печь. Стало казаться, что грязь стала теплее. Ветер успокоился, а рассвет не так уж далеко. За все время, которое я путешествую, я понял, какую силу имеет надежда. Силы одного человека, Вашингтон, Линкольн, Кинг, Мандела и даже одна девушка из Пакистана, Малава. Один человек может изменить мир, дать людям надежду. Так что, если Вы хотите изменить мир, начните свой день с выполнения задачи. Найдите того, кто поможет Вам в жизни. Уважайте всех. Знайте, что жизнь несправедлива, и Вы часто будете терпеть неудачи. Но если Вы будете рисковать, действовать в тяжелые времена, противостоять хулиганам, вдохновлять угнетенных и никогда не сдаваться, если Вы будете следовать этим правилам, следующее поколение, и поколение, которое последует за ним, будут жить в мире, который гораздо лучше того, в котором живем мы. И то, что зародилось здесь, в самом деле изменит мир в лучшую сторону. Спасибо большое, Хоккем Хорнс.